Ко мне приходит женщина, допустим, на консультацию и говорит мне, Олег Кинович, а на какую работу я должна пойти? Я говорю, в смысле? Ну, мое предназначение я хочу знать. Какая работа, мое предназначение? У меня только семья ваше предназначение, а она. Олег Кинович, вы очень понадобится человек. Что это? Долго-долго вас заберем и держите все. Понимаете, то есть женщина должна понять, что, ну ладно, к другой точке зрения подойдет. У нас есть два психических канала, справа и слева. Левая полушария связана с женской природой, а она соткана из энергии внутри. Здесь мы чувствуем и думаем с левой стороны. Правая полушария соткана из энергии воли. Здесь мы желаем, желаем и решаем, принимаем решение. Справа желаем и решаем, слева чувствуем и думаем. Правая полушария связана с Солнцем, мужская планета. Левая полушария связана с Луной, женская планета. Два психических канала вдоль позвоночника идут. Ида, женская, слева. И пингала, справа, мужская. У женщин, то есть эти психические каналы наполняют жизненной силой человека. Жизнью наполняют человека. И природа так создала, что они неравноценно движутся жизненной энергии. У женщин в три раза больше же и движутся иды, то есть холодной, лунной энергии, любви. Энергии любви. Она охлаждает и успокаивает. Допустим, муж приходит домой, и у жены, допустим, очень сильно женская энергия движется в теле. Она смотрит просто на мужа, и он такой, рэх, его расслабило сразу, понимаете? Это правда, так происходит. Просто она смотрит, она еще ничего не делает. И он сразу, рэх, расслабит. Ну, ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Деткам пошел, все. Если у женщины мало этой энергии психической, женской, муж приходит, сработает. Он такой напряженный. Ну, так пожрать, что ли? Что-то тяжело, блин. То есть она его не расслабляет. Она пожрать ему дала, опять не расслабляет. Телевизор посмотрел, опять не расслабляет. Рюмку так, туп, расслабило. А если рюмка не прославила, еще покурил, тогда расслабило. То есть вот эти вот, однозначно, что вот эти вот водка и сигарета, это два наркотика, которые возникают в результате отсутствия любви в семье. Это стопроцентный факт. Почему? Потому что люди курят и пьют, потому что нет расслабления. Ладно мужчина курит, потому что объект, источник любви, это женщина. Она излучает энергию любви, потому что она лампочка, которую любовь дает. Мужчина – это лампочка, которая дает энтузиазм в семье, дает возможность жить, активность. Это мужчина такая лампочка. А женщина дает любовь. Без любви жить невозможно и без энтузиазма жить невозможно. Женщина вдохновляется мужа решимостью, а мужчина от женщины вдохновляется любовью. Правильным представлением, правильным отношением к людям. Женщина правильное отношение к судьбе вырабатывает рядом с мужем. Как ей поступать, куда двигаться, а мужчина вырабатывает рядом с женщиной правильное отношение к людям. Как людей любить, как их уважать, как ценить. Женщина это всё проявляется. Если, допустим, женской энергии в семье не хватает, что в целом в обществе сейчас тенденция идёт, не хватает женской энергии в обществе. В результате что происходит? Правильное отношение к людям тю-тю? Тю-тю. Это означает, детей не любим, старших не уважаем, не ценим, с равными не дружим. То есть общество начинает разделяться. Словно чужими стали друг другу, и между нами белая вьюга. Да? Общество начинает разделяться. Почему не хватает общей женской энергии? Потому что чем женщины занимаются? Работают, как все, эмансипация. Вот. То есть, ну ладно, Бог с ним, пусть работают, нет проблем. Я не хочу, чтобы женщины работали. Я хочу, чтобы они были счастливыми. Понимаете? Вот эта вот энергия, ида, женская энергия, когда она движется хорошо, полноценно в женском теле, когда женщина по-женски себя ведёт, когда женская энергия движется в теле полноценно, у неё развивается красота, то есть тело наполняется красотой, раз. Гормональные функции работают нормально, то есть вне здоровья получается, хорошая, два. Она чувствует полноценно себя в жизни, она чувствует себя счастливой. Три. То есть она полноценный человек, счастливый. И четыре. Она, когда работает, она исцитывает счастье во время работы. Почему? Потому что женщина должна относиться к работе, как к тому, что ей приносит радость. Понимаете? Мужчина относится к работе, как к тому, чего надо достигать, добиваться. Он как бы работу добивается. А мужчина должна, а женщина должна к работе относиться, как к радости, к тому, что её наслаждают, даёт ей счастье. Она приходит на работу, начальник говорит, ну что улыбаешься? Давай работай. И она говорит, ладно, хорошо. Пошла работать. И всё. И жизнь становится не малиной. Почему? Потому что женские каналы, психические, ида, начинают работать хуже, слабее. В результате у неё активизируется пингала, мужская энергия. Когда у женщины мужская энергия активизируется, у неё психика становится холодной, напряжённой. У неё красота вянет. Вот. Она перестаёт. А красота — это сила, главная сила женщины — это красота. Это то, что даёт ей возможности в жизни, силу. То есть она теряет свою женскую силу. Означает, и счастье теряет тоже. Она не может ни с детьми нормально говорить, ни с мужем. Муж не расслабляется рядом с ней. Дети тоже на неё не замечают, они капризничают. В результате жизни становится тяжёлой. И неинтересной. Женщина впадает в депрессию. То есть когда женщина очень сильно нацелена на работу, эта работа становится для неё главной целью жизни, её так научили, она ищет там своё предназначение, своё участие на работе. В результате в ней сильно перегревается мужская часть энергии, очень сильно напрягается, становится очень сильно напряжённой такой. В результате, если взять общую энергию, представить её как река жизни, то есть река жизни у женщины течёт, вот река есть, рукава, веточки, веточки этой жизни её, то есть река жизни — это любовь, означает семья, родственники, подружки, и так далее. И в том числе работа. Работа как хобби, как что-то любимое, такое интересное, очень приятное, и то, которое вот так не сильно напрягает. То есть это рукава от реки. И если женщина теряет себя, то есть любовь теряет и начинает просто добиваться чего-то в жизни, в результате её река жизни сохнет. В результате она становится очень напряжённой, сухой, и она чувствует, что счастья в жизни нет. В результате работа для неё становится как искомима. И она при том потом приходит ко мне и говорит, «Я не могу там работать, я не могу работать». То есть она нашла свою работу по своему предназначению. Это её природа, допустим, быть бухгалтером, допустим. Это её природа всё подходит. Но так как она неправильно к работе относится, она там не относится с любовью ко всем людям. Она не как хобби себе занимается этой работой. Она просто... Как хобби не означает работать мало. Поймите, можно и много работать. Женщины, можно и много работать, но работать по-другому, настрой должен быть другим. Надо на работе со всеми нежно общаться, со всеми любить, со всеми дружить, быть ласковой со всеми. То есть на работе надо быть женщиной. В работе тоже так. И так там. Когда женщина так настроена, она считает, когда она сидит. У неё всё быстрее, всё получается, всё лучше, качественнее, понимаете? Если она такая... Считает, сидит. У неё крыша дымится начинает, понимаете? Она быстро устает. Так же женщина должна изучать математику. Дважды два четыре, дважды два четыре. Понимаете? Всем известно в целом мире. Там, понимаете? С энергии любви. Она должна изучать науки все. Она должна работать. И вот теперь, представьте, вы начальник. На работе начальник, главный. И у вас есть одна такая подчинённая. Одна. Вам надо уволить всех, кроме одной. Одну оставим. Сокращение идёт. Вот все такие вот у вас подчинённые. Девушки такие. Ты почему опоздала на работу? Ух! Любишь не могу. И одна такая. Ты почему опоздала на работу? Ну, я задержалась. И она такая работа ля-ля-ля-ля. Там, ммм. Всех любит. Все хорошие вокруг. Всех любит. Что он её выгонит? Это душа коллектива. Любовь общая. Любовь Степанова. Вот. И что он её выгонит? Что он дурак, что ли? Останула от неё. Ага. И что у него там будет? Работать счастья? На работе счастья не будет. Когда из коллектива любовь уходит, из растения любовь уходит, вот сейчас, представьте, все розы такие будут. Что с ней будет? Всё. Счастья не будет на работе. Но если он в травку детства, то, конечно, уволит. А если нет, то ставит. Понятно, да? Когда женщина не понимает этих вещей, она воспитана неправильно, она, когда устраивается на работу, у ней четыре стадии развития вот этой проблемы возникают. Первая стадия — увлечённость. Она не хочет, она верит, что там всё будет хорошо. Вторая стадия — усталость. Она чувствует, что-то перегружаю себя на этой работе. Третья стадия — неприязнь. И четвёртая стадия — паника. То есть она не хочет там работать, всё, она оттуда убегает. Эти стадии, они являются обычно от шести месяцев до двух-трёх лет. Если женщина каждый два-три года меняет работу, значит, она неправильно относится к своему труду. Она не понимает, зачем она живёт, что такое женщина, она не понимает. И искать своё предназначение на работе бессмысленно в этом случае. Бессмысленно думать, кем мне работать. Надо сначала понять, что ты женщина, а потом думать уже, кем работать. Понимаете? В этом большая проблема. И такой женщина однозначно в семейной жизни ладится, гормональные функции расстроены, потому что река жизни высохла. Означает, красоты нет, семьи нет, гормональных функций нет, работы нет. Ничего нет. Есть только фига, даже без масла. Поэтому, соответственно, надо думать о том, что делать, как жить в этом плане. Дальше мужчина. Рождается, волевые усилия совершает, да? То есть он должен добиваться чего-то. А чего он должен добиваться, мужчина? Чего он должен добиваться? Он должен добиваться того, какого цвета его цветок. Понимаете? То есть он должен раскрыться в жизни. Он должен раскрыться. Женщина рождается уже раскрытой. То есть ее цветок сразу раскрыт. Женщине надо сохранить то, что у нее есть. А мужчине надо открыться. Он должен раскрыться. И поэтому он растет сначала. Девочки, когда маленькие девочки, допустим, пять лет, они все знают. Мальчик стоит рядом. И девочка такая стоит рядом. Ее мама спрашивает, Петя умный? Нет. Говорит, как? То есть она уже соображала. Она видит, Петя кто такой. Она все разбирается во всем уже. Пять лет еще. Она все понимает. То есть у нее уже все есть. Вот Петя готовит. Она говорит, Машенька умная. Он говорит, да, умная. Умная, да. А ты, э, дурачок. То есть маленький мальчик еще ничего не имеет. То есть жизнь так устроена, что он как бы, он рождается без всего. Мальчик рождается без всего. Но у девочки очень сильно развита стабильность внутренняя. Она склонна сохранять и сохранить свою чистоту с детства. И поэтому она помнит свое детство. Она пытается оставить это в памяти. Какой она должна быть чистой. Она это сохраняет. А мальчик ничего в памяти не сохраняет. Ему главное развиваться. То есть он пытается стать лучше, лучше. И у мальчика, у мужчин заложена очень сильно трансформация в психике. Они очень сильно склонны к переменам. Если женщина, допустим, девушка этого не понимает, и ей не обучили никак никто, как выбирать себе парня? Она кого себе выбирает? Она выбирает себе покруче. То есть, ну, он пендерится, он там, ай, что, пожалуйста. Ну, значит, хороший парень. Надо выбрать. А если он скромно просто работает, над собой развивает, значит, еще дурачок не готов. Вот она не понимает, что, допустим, если вот, допустим, выбрать между парнем, который работает над собой, ну, он не выглядит так уж сильно. То есть он еще не раскрытый цветок, но как бы растет хорошо. Она не понимает, что это лучше мужчина, чем тот, который уже раскрылся раньше времени. Но дальше все идет. Понимаете? То есть, а именно как бы женщина выбирает. И сейчас в основном-то, сейчас же так как общество не развивает людей, как личности, поэтому мужики все недоразвитые. Им, чтобы раскрыться, надо отрицать, не должен быть, чтобы он раскрылся. А замуж, жениться, собираются все уже в 23, в 24, в 22. И чего у него там? Он носу еще управляет. Мама, я жениться хочу. Вот. А кто будет тебя содержать? Ты ж папа. Вот. То есть, он еще не до разных, как мужчина. Ну, а девушка должна потенциал увидеть. Как определить потенциал парня? Насколько он работает над собой? Как он встает? Насколько рано встает? Читает молитву или нет? В секцию ходит или нет? Есть какие-то интересы, кроме улицы или нет? Ну, то есть, насколько он работает над собой? Насколько у него есть какие-то интересы, цели в жизни? Она должна разобраться. И это может определить, какой у него потенциал. Если она находит такого человека с хорошим потенциалом, то она его не узнает. Через 5 лет он совсем другим человеком станет. Он раскроется, как цветочек рядом с ней и станет очень таким хорошим мужем. И женщина, девушка, женщина должна поливать мужчину. Она должна ему говорить о том, какой он вообще. Есть такой мультик классный на эту тему. Я говорил вам, да? Воробушек. Нет? Мультик есть. Чивлия. Называется. Старенький такой мультик. И воробей прилетает к своей воробушке, к воробихе. И такой прилетает, говорит, Чивлия, Чивлия, Чивлия. Она говорит, да чип ты, чип. Ему. То есть, чип это переводится с английского языка начальник, да? И мужчине надо, чтобы жена всегда, женщина всегда говорила, что он начальник, что он главный, хороший, нужный всем, развитый, сильный. То есть, надо мужчину поливать этим всем. А женщина чем занимается у меня? Дурачок-то у меня. То есть, женщина, в ней заложена сила благословения. То есть, женщина сама в себя энергию трансформации не направляет. Она направляет её в мужа. Энергию трансформации сознания. И поэтому вера заложена в психике женщины. Она смотрит на мужа и говорит, мой муж очень волевой человек. Он такой лежит на диване. Волевой. Она говорит, мой муж очень волевой человек. Всем говорю. И просто он сейчас болеет. Он сейчас просто зелёный и вонючий. Ну, потому что он болеет. Вот. А потом, когда выгорит, он станет мягким, пушистым, беленьким. Вот. Поэтому она берет в него. И он действительно выздоравливает. Понимаете? Из зелёного, беленького, пушистого постепенно превращается. Это факт стопроцентный, что если женщина сильная по природе, у неё женские качества выражены, она из мужа конфетку делает. Понимаете? Своей психикой. И он меняется постепенно таким образом. Она в него верит. Но если женщина недоразвита, как женщина, она говорит, дурачак ты у меня. И он хоть, допустим, умный мужчина, он всё равно дураком рядом с ней станет. И мотивации некуда, понимаете? Шансов нет. Есть такое исследование, даже есть такая докторская диссертация о влиянии отношения к женщине, женщины, мужчине и его взаимоотношения на работе. Оказывается, вот точно так же, как жена к мужу относится, так же к нему относится на работе. Допустим, если он на работе начальник, но если жена его не уважает, в тайне все подчинённые и его тоже не уважают, они относятся точно так же, как жена. Вот если жена обманывает, допустим, мужа, все на работе тоже его потихоньку обманывают. И он этого не замечает. Потому что он привыкает к этой энергии обманывать. Что от жены идёт, то и на работе происходит. Если жена его лохошит каждый день, ему правду не говорит, там на работе тоже его лохошит. Понимаете? Боже, дети, и понимаем, блин. Откуда ветер хорит? Человек должен в себе стараться искать недостатки. Это главное. Главный запор жизни. Среди этого не понять, кто невозможно быть счастливым. Итак, мужское развитие с детства мужчина развивается, должен развиваться. Но что мы делаем? Что мы делаем? Вот допустим, мальчик учится, он развивается. Ему надо туда-сюда. Ему хочется очень сильно. Родители говорят, все, садись учить математику. Ко мне мама пришла недавно. У меня парень бестолковый растет. Я говорю, а в чем бестолковый заключается? Ему все хоккей и хоккей. Я ему говорю, садись математику учи. Он говорит, я на хоккей хочу. Я говорю, а как он в хоккее? Она говорит, да он за сборную города играет. Представляете, мальчику там, сколько там, 11 лет уже за сборную города играет. Я говорю, да вы что, он у вас талантливый ребенок. Дайте ему возможность играть в хоккей. Пускай играется у меня. Пускай понемножку иногда математику учат, когда она играется. Он у вас хорошим тренером будет. Она, а как же математика? Я говорю, математика, это печать штамп в вашем мозгу, говорю. Знаете почему? Нет, давайте анализировать. Оказывается, у нее там папа был таким-то, дедушка был таким-то, понимаете, и у нее в мозгу отпечатался штамп. Кем должен быть ее ребенок? А у нее ребенок хоккеист, понимаете, родился. Потому что судьба не выбирает, а он дорождает того, кого родит, понимаете? Кого родит, того родит. И ничего с этим не сделаешь. Я вам сейчас расскажу одну историю в этом плане, очень получительную. В одной семье мальчик очень сильно хотел быть водителем с детства. Он хотел быть водителем. Но родители были инженерами. Это давно было, лет 30 назад, поэтому тогда инженерами было быть престижно. Сейчас престижно быть миджерами. Тогда был инженерами. И все детей отдавали в инженеры. И мальчика воспитывали быть инженером, а он хотел быть водителем. И в конце концов его заставили поступить в институт. И у него произошел глубочайший нервный срыв. он запил, начал пить. И когда он запил, он пошел водителем работать. Но так как он качества не развил этих, которые ему, природа предназначена для него, качества не развил, в результате он не смог быть хорошим водителем. Он работал и продолжал пить. И начал пить своих родителей за то, что они испортили ему жизнь. в конце концов его выгнали с работы. Вот он стал просто пьяницей. Мать бегала от него по дому. В конце концов он просто выбросился со второго этажа и разбился в пьяном состоянии. Такова несчастная судьба этого человека. И почему она такая несчастная? Потому что родители были твердолобы. Понимаете, они не поняли, что воспитание не означает пытаться носом нкнуть ребенка куда-то. Вот ребенок туда несет, его надо сюда. А если туда, то сюда. Понимаете, и когда родители твердолобы, они хотят с ребенка делать то, что они сами есть. То есть они считают ребенка кровиночкой своей. То есть не понимают, что у него свои качества есть, характеры. То в этом случае дети вырастают моральными уродами. То есть они не способны понять, чем, как жить. Ко мне вот такие молодые люди приходят и говорят, я не знаю, чем мне заниматься. я говорю, тебя что-то интересует? Ну, раньше что-то интересовало, сейчас уже не интересует ничего. Почему? Я не знаю, почему. Ну, то есть отбили все, все интересы. Допустим, вот роза растет, допустим, она туда начала расти, раз ее сюда повернуть. садовод, допустим, такой, твердологый. Роза растет, туда, он раз ее сюда повернул, она сюда растет, раз ее туда повернул. Ну, стать она у него вот такая вот вырастена. Понимаете? И поэтому ребенку надо дать возможность раскрыться, понимаете, мужчине, дать возможность раскрыться. Раскрыться дать возможность означает не препятствовать его психическому движению, потому что девочка, она суткана из-за чистоты, поэтому ее нельзя наказывать. Девочек нельзя наказывать и нельзя грубо рядом с ними себя вести. То есть надо очень мягко, аккуратно, заботливо и нежно с ними обращаться, с девочками. А мальчика нельзя, если он чем-то увлечен, его не надо отвергивать от этого. Пускай он занимается, надо ему просто направить в нужное русло, найти его способности и направить, чтобы он пошел куда надо. То есть ему надо дать возможность развиваться. Он очень активен по природе. Ему хочется добиваться чего-то в жизни. И в этом заключается разница в конституции. Если мужчине не дать возможность развиться в его направлении, то в результате он становится инертным. То есть он обретает женскую природу. Психика начинает двигаться по женскому каналу, по Аида-Наде, не по Пингала, мужскому каналу, а по Аида-Наде, по женскому. В результате у парня начинают развиваться женские наклонности. Ему хочется дома поготовить, посидеть, прибраться, походить по квартире, поговорить с друзьями и так далее. Если энергия слишком сильно по женскому каналу идет, то он становится, входит в прогрессивную часть молодежи в Америке. Становится голубым, это уже проблема, болезнь. Есть два типа голубых. Одни как бы устремлены к мужчине как к женщине, а другие устремлены к мужчине как к мужчине. И тот и другой тип связан с тем, что энергия психическая по женскому каналу начинает двигаться сильнее, чем положено. Понимаете? И достигает самых глубинных частей психики человека. То же самое, когда у женщины слишком сильно энергия по правому каналу начинает двигаться, то она начинает привязываться к женщине. Почему? Потому что ей не хватает женской энергии. Хоть она в женском теле живет, ей нужна женская энергия. Она любит женщину, поэтому. Это большая проблема. То есть человек не знает свое предназначение. То есть его психика соткана определенным образом, но он поправ свою природу и начинает жить по-другому. В результате этого все рушится в его жизни. И допустим, если человек склонен, допустим, мужчина приходит ко мне, пришел на консультацию один мужчина и говорит, что-то меня заносит на мужиков. Это не смешно, это болезнь. Я говорю, ты болен, понимаешь, ты болен, и тебе надо стараться терпеть это все. И терпеть, и создавать свою нормальную жизнь. Тебе надо перенаправить психическую энергию в нужное русло, со всей силы перенаправить, иначе твоя жизнь будет разрушена. И вот он понял все и пошел как-то выживать. Это очень тяжело, это большая проблема, это болезнь. Болезнь общества, которое не может воспитывать правильно людей в нужном русле. Следующий момент, который хотел бы я объяснить, это существует три типа разума, одна энергия разума исходит из области лба, вторая из области сердца, и третья из области копчикового центра. И эти три типа разума очень важны в нашей жизни. Те люди, у которых энергия разума исходит из области головы, эти люди очень склонны постигать этот мир, пытаться понять этот мир, а не склонны. У тех, те люди, у которых исходит энергия разума из области сердца, эти люди склонны очень сильно хотят в этом мире развиться, как личности, развиться, качество характера развить. и тех людей, у которых энергия из копчикового центра разума исходит, они очень сильно хотят в этом мире проявить себя, свою природу творческую проявить себя, понимаете? Вот. И в соответствии с этими тремя психическими центрами существует четыре типа конституции разума. Первый тип конституции разума это люди, у которых активен только вот этот психический центр верхний. Эти люди в ведической конституции называются брахманами, то есть людьми, которые склонны заниматься наукой, преподавать, быть юристами, врачами, дальше тренерами, ну то есть священниками и так далее. То есть людьми, которые занимаются изучением как жить, в этом мире и объясняют людям остальным как жить, то есть учатся этому сами и объясняют. Это значит, что у них вот этот психический центр больше всего развит, работает сильнее всего. То есть центр познания этого мира. Дальше вторая конституция, когда два центра активны, одновременно, два центра активны, но вот этот верхний активен сильнее. Нет, вообще-то вот этот нижний активен сильнее. То есть первая конституция, это когда верхний активен сильнее, даже все остальные как-то активны, это все равно первая конституция. Если второй активнее, чем первый, но они больше всего работают, два вот этих центра, больше всего работают, то в результате человек развивает качество характера в себе, он хочет стать уважаемым человеком, и он дает людям возможность развиваться, то есть защищает людей от их недостатков, от их плохих черт характера. Он то есть сам развивается как личность и людям дает возможность развиваться. Эта вторая конституция называется правитель, а он знает законы этого мира, то есть знает их, понимает, уважает, уважает тех первой конституции людей и советуется с ними, но он при этом руководит собой, то есть развивает себя как личность и дает возможность развиваться другим. Это второй тип конституции, называется кшатри или правители, люди, которые склонны управлять этим миром. Это все виды менеджеров, все виды начальников, командиров, милиция, вся милиция создана из этих людей, солдаты, армия вся создана из этих людей, из этой структуры. В соответствии с уровнем развития этих психических центров, человек занимает ту или иную иерархию в этой структуре, понимаете? Очень развитые занимают верхнюю часть, у них характер очень развит и сильно. Когда такой человек встает перед всеми, все люди наполняются энтузиазмом и ощущением, что его надо слушаться и слушать. То есть, допустим, правитель, Ленин, допустим, товарищи, там и все товарищи такие настали. Это не смешно, то же самое Гитлер делает. Это означает очень сильно развитая личность в этом направлении. То есть, в нем столько силы, что люди за ним, Александр Македонский, кто как взял копье, сразу раз, вся армия встала, за ним устремилась. То есть, очень большая сила внутри человека, очень огромная сила просто заложена. Это значит, сильная развитая личность. Или, допустим, когда человек как Брахман развивается очень сильно, он становится настолько могущественным, он, допустим, к нему приходит человек, он смотрит на него, говорит ему судьбу, потом, если человек делает неправильно, он говорит, будешь жить в нищете пять лет, он ему говорит. И тут, как не пытается жить, он не может по-другому. Почему? Потому что он наказан этой силой, силой законов этого мира. То есть, человек обладает огромной силой в результате разных, как Брахман. в чём развитие заключается? Развитие заключается в том, что если человек допустим имеет вот эту брахманическую конституцию, он должен быть очень честным человеком, очень честным. Он никогда не должен никого обманывать. И он должен всегда показывать пример стремления к истине. Если человек развит как шатрий, он должен быть очень сострадательным и заботливым человеком. И он должен показывать пример, как надо соблюдать правила этой жизни. То есть, он сам соблюдает и наказывает тех, кто их не соблюдает. Дальше следующая конституция. Когда два психических центра работают, сердцердечный и копчиковый. Но копчиковый при этом работает сильнее. Это значит, что вернее, два психических центра работают, сердечный и копчиковый. Но сердечный работает сильнее. В этом случае человек, у человека две природы. Он творческий человек, он хочет творчеством заниматься и однознавременно управлять процессом. То есть, он не может управлять людьми, потому что этот центр у него не главный. Но он может управлять чем? Он может управлять бизнесом, он может управлять животными, механизмами, станками и так далее. Такие люди становятся менеджерами, то есть, они становятся бизнесменами по природе, то есть, людьми, которые зарабатывают деньги. их природа такова, что их характер склонен, то есть, они хотят, их развитие личности заключается в том, что они должны благодатью всех людей наполнить, то есть, их главная черта характера это щедрость, то есть, они должны учиться отдавать. И в чем заключается вот сколько семинаров сейчас по бизнесу проходит? Никто из этих семинаров, то есть, они изучают механизмы движения финансов и так далее, но если бы они знали законы мудрости, они бы поняли, что нужно изучать. Закон очень простой. Если человек не способен отдавать, он не может быть бизнесменом. Если у него щедрости нет, значит, он не сможет найти. Если у него щедрости нет, значит, он скупыми людьми будет отношение устанавливать сам. Эти люди будут его обманывать, опрокидывать, и у него не будет никаких денег. Потому что в бизнесе самое главное это установить отношение с теми, кто способен тебе помогать. А если ты сам другим помогать не можешь, ты таких людей не найдешь, потому что в умные идут в умными, в умным, а я пришла к тебе. пиани. Понимаете? В этом заключается закон бизнеса главный. Человек создает себе команду, соответственно, такую же, и все остальное. Поэтому щедрость это основа бизнеса, и когда в ведической культуре бизнесменов учили, обучали, их обучали дарить, обдавать, обдавать их обучали, обдавать, и быть внимательными по отношению к людям. Главное качество бизнесмена это способность увидеть скупца. Если он видит, допустим, человек скупой по природе, он не должен с ним бизнес строить. Это главное качество бизнесмена. Два качества. Способность отдавать. Отдавать означает также деньги в бизнес вкладывать. Отдавать означает платить зарплату, потому что когда зарплату не платят, люди не будут работать, разбегаются. кто разбегается самым первым, то самым первым разбегается. Самым первым разбегаются лучшие специалисты. Почему? Потому что они больше всего себя ценят. Они знают, что им полагается. Понимаете? Если человек скупец по природе, он специалисту не хочет платить деньги, капут. Специалисты уходят, остаются такие у него ребята. Надо контракт подписать, подпишем. миллион долларов убытку подписали. Безмозглые остаются. Почему? Потому что они могут за эти деньги работать. Нет проблем. Если человек отдавать не может, он не может бизнес сделать, потому что вкладывать деньги не может. Не может зарплату платить. Люди в результате не сплочаются, разбегаются, все рушится. Внимательности нет, контракты не может. Он не видит честности в людей и в людях не видит порядочности, доброжелательности, щедрости, не видит в людях, значит, будет ошибаться. То есть товар невозможно определить, качественный или нет. Невозможно. Вот ты все равно хоть сколько не определяешь, все равно там найдется что-нибудь, как тебе обман. В этом и заключается способность зарабатывать обманщика. В чем и заключается? В том, чтобы подсунуть некачественный товар с умом. Понимаете? Чтобы это дело, это было так, чтобы не заметили. В этом и наука заключается. И сейчас этим товаром заполнен весь мир. С умом обманывают. Реклама сливочного масла сейчас будет. Ко мне один раз мой сотрудник принес два сливочного масла. Вагологодское и швейцарское. Или там какое-то голландское, не знаю. Я ему что-то принес так. Сам посмотри. Он говорит, ну посмотри, это желтее, это красивее, пахнет лучше. Голландское. А я-то вижу, в чем собака-то зарыта, понимаете? Потому что я могу определить продукт, где коровье масло, а где смешанное, понимаете? С различными красителями, наполнителями, ароматизаторами. И все же это вредит здоровью. И мы сейчас это кушаем, потому что пахнет хорошо, понимаете? в этом проблема заключается, что мы потеряли возможности, потому что бизнес не в ту сторону развивается. Он основан не на честности, а на лжи. Понимаете? Поэтому и рушится все. Потому что бизнес неправильно основан, не на том основе. Это вся структура бизнеса сейчас такая. Понимаете? Все соткано из одного обмана. Потому что ипотека это чистейший обман. Ипотека чистейший обман. Человеку сразу дают то, чего он не заслуживает. Это означает, что ему надо загибаться, чтобы это выплатить. То есть просто рушить свою жизнь. Или вообще он не выплачивает, и у него все отнимают. Вот и вся ипотека, понимаете? Потому что бесплатный сыр вы знаете только где. В шлопке. Поэтому понимаете? Идея в чем заключается в этой ипотеке? Человек хочет счастья не с помощью труда, а с помощью быстрого какого-то действия, понимаете? Ведо описывает, что есть три вида счастья. Три вида счастья. Благостное счастье, страстное счастье, невежественное. Как их отличить друг от друга? Благостное счастье. Сначала горькое, потом сладкое. Для того, чтобы в благости счастье обрести, для этого надо сначала трудиться, а потом получить результат. Для того, чтобы семейные отношения благостные создать, надо над ними сначала трудиться, потом получить результат. Для того, чтобы себя как личность развить, надо сначала развиться, а потом получить результат. Трудиться. Страстное счастье. Сначала сладкое, потом горькое. Страстное счастье. и пакетами. Сначала все сладко, дом получаем там, туда-сюда, потом надо упакивать. А если ты не по карману взял, значит, закупишь свою жизнь. А берут в основном не по карману. По карманку зачем брать? Какой интерес? Надо брать такую, чтобы глаза раскрыли и захлопали, понимаете? Надо же мечту взять, понимаете? А мечта, она соответственно страсти. Птица счастья завтрашнего дня. Выбери меня. Вот. Человек получает горькую судьбу потом. Почему? Потому что ему надо упакиваться до потери пульса ради этой квартиры. Грогу бы он ее не видал. И не увидит, потому что она уже будет поделена раньше, чем он помынет. Вот. И невежественное счастье, оно сначала до конца горькое, но человек из-за того, что он сам себя обманул, этого не видит. В чем заключается невежественное счастье? Это ограбить, обмануть. Когда человек грабит, он счастлив, нет? Нет, он боится. Ему трудно, он боится всего. Когда человек ограбил, деньги у него появились. Он сможет это не распорядиться правильно? Грабанные деньги могут удержаться в руках, нет? Награбанные деньги... Вот они какие. У них природа другая. Индрихтическая природа. Самые деньги, которые держатся в семье, это заработанные спокойным, честным трудом. Деньги самые такие живучие и тяжелые. Деньги, которые... Ипотечные деньги тоже легкие, потому что ты не почувствовал их тяжести. Раз, и получил сразу все легкие деньги. И самые легкие деньги — это награбанные. Сразу и разлетелись. Нету, они не могут удержаться. Потому что ценность, когда человек ценит деньги, тогда они удержатся у него в руках. Если не ценят, значит, что они не удержатся. Итак, три вида счастья. Первый вид счастья — сначала горькая, потом сладкая. Второй — сначала сладкая, потом горькая. Третий — всегда горькая. Но человек не может это понять. Других видов счастья здесь нет в этом мире. Всегда сладкого нет. Создаем семью. Сначала наслаждаемся любовью, потом, что получается, наслаждаемся, страданиями. Создаем семью, если сначала работаем над отношениями, потом, что случается, наслаждаемся всю жизнь. И третий вариант — это просто извращение. Плошные извращения, ничего больше. Создание семьи. Никакой семьи, просто гражданский брак. Или это семья гражданский брак. Это семья? Если семья, тогда объясните мне, почему люди боятся расписываться? Или они не боятся, они смелые, но не идут за ним. В чем причина страха? Потому что они не верят друг в друг. Нет другой причины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин